В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 14 сентября открывается книжно-иллюстративная выставка «Романса. Свежее дыхание». Считается, что изначально романс появился в Испании в XV-XVI веках. В XVIII веке романс добрался до Франции и Германии, а затем и до России. Жанр русского романса сложился в начале XIX века, и судьба его на российской земле сложилась счастливо. Романс быстро распространился по всем слоям населения. Исполнялись городские, салонные и особенно цыганские романсы. Но вершиной развития жанра стал русский классический романс. На нем сделал акцент нашей выставки. Начало XX века называют «золотым веком» русского романса. Наиболее известные романсы того периода принадлежали Алябьеву и Варламову. Затем роман занял законное место в творчестве самых известных русских композиторов – Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова. На выставке представлены ноты классиков романса, написанные на стихе русских поэтов, целая коллекция сборников, забытые старинные русские романсы, золотые русские романсы, шедевры русского романса и с поэтическими названиями «Минувшие дни очарования», «Ах, эти черные глаза», «Ветка сирени». После революционных годов романс подвергся гонением, как буржуазный пережиток, но даже в этот сложный период его продолжали исполнять Изабелла Юрьева, Александр Вертинский, Петр Лещенко. Возрождение русского романса началось лишь в 1970-е годы. Андреем Петровым был написан романс о романсе на слова Белой Ахмадулиной, Оскаром Фельсманом «Возвращение романса». В это время яркими исполнителями романсов стали Николай Сличенко, Валентина Пономарева, Борис Штоколов. Выставка включает в себя романсы Шостаковича, Сверидова, Прокофьева, Теревердиева, репертуарные сборники исполнителей романсов. Коллекция «Громпластинок» дает возможность вновь услышать голоса Александра Вертинского и Петра Лещенко, Изабеллы Юрьевой и Жанны Бечевской, Ведерниковой, Архиповой, Аллы Баяновой. Трогательный, задушевный, искренний и подчас наивный роман существует уже более двух столетий, Но романса «Свежее дыхание» всегда остается любимым и желанным. Его включали и включает в свой репертуар многие выдающиеся советские певцы и актеры Юрий Гуляев, Сергей Захаров, Дмитрий Хворостовский, Евгений Дятлов, Олег Побудин и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова